По итогам 2009 года 47% населения проживают за чертой бедности. Из них почти 14% населения живут в крайней нищете. 70% населения Таджикистана живут в сельской местности. Сельское хозяйство является основным источником доходов населения. При этом всего лишь 7% земли являются пригодными для сельскохозяйственной деятельности. По некоторым данным 97% всех земель в Таджикистане подвержены деградации. Поэтому проблемы взаимосвязи бедности окружающей среды являются очень актуальными. В настоящее время, когда современный мир подвержен изменению климата, частым стихийным бедствием, экологическим катастрофам, экономическим кризисам, которые усиливают уязвимость мировой экономики, актуальным становится вопрос о совершенствовании механизмов сотрудничества и применения совместных решений. Программа «Бедность и окружающая среда» финансируется несколькими донорами. Это глобальная инициатива двух международных организаций ООН. Экологическая программа ООН и программа «Развитие ООН». И работает она во всех регионах мира. С 2010 года мы начали выполнять эту программу в Таджикистане. Особенность нашей программы является то, что она в первый раз соединила два понятия. Это экология и бедность. Уже не секрет для всех, что эти два понятия тесно взаимосвязаны между собой. Возьмите любую программу или любую проблему экологическую, она будет непосредственно связана и будет сказываться на бедности населения. В стране реализуется национальная стратегия развития, которая определяет национальные приоритеты, в частности, обеспечение энергетической независимости, вывод страны из коммуникационной изоляции и обеспечение продовольственной безопасности. Проект «Бедность. Окружающая среда» считает основной целью интегрировать вопросы взаимосвязи окружающей среды и бедности в данные документы. Таджикистан поддерживает процессы устойчивого развития посредством поощрения и развития возобновленных источников энергии и применения передовых технологий во всех отраслях национальной экономики. Немалое важное направление работы в Таджикистане – это работа на уровне областей и районов. Здесь программой выбрана Суктская область как пилотный регион. В Калантарина и Калантарина Мы на практике убедились, как активно люди, инициативные группы в районах отнеслись к этой проблеме, восприняли ее как свою проблему и вышли с очень интересными инициативами. Поэтому, такая программа с учетами, который является в 19-м году, я должен быть еще раз. Когда мы получили в兩жней программу, мы с учебником обращали внимание, что всегда было первое количество наук, и, с которой мыWait, мы обращались в любом учете. Для населения в процессе работы, в процессе обучения, они еще лучше уяснили себе связь между природными ресурсами, которые часто всего используются нерационально, и как оно зависит на их социальное положение. Ранее проблемы бедности окружающей среды рассматривались отдельно, а сейчас мы пытаемся привлечь лица, которые принимают решения взаимосвязи данных проблем.